Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзя Легенды. Играем мы сегодня испытание сцены насилия. В этом испытании 8 эпизодов ограничено количество героев. Играют только черепашки. Причем черепашки всевозможных составов и всех видов. Есть отдельный герой Железная Голова. Вот и его мы возьмем для следующей битвы. Отлично, для первой битвы. А дальше я буду брать составы черепашек. Итак, Железная Голова против сборных кланов. Вот здесь и оригинальные враги. Вот все черно-белые. Надеюсь, битва вам понравится. Итак, в начале боя попробуем накрыть врагов ракетным ударом. Выстрел Железной Головой и первая волна шутя сметена реактивным ударом. Здорово, переходим к следующей волне. И здесь уже нужно будет использовать громовой голос Железной Головой. Удалось наложить на несколько врагов негативный эффект дебаф. Уменьшение скорости. Вот и дальше уже с огнемета поджариваем врага. Отлично. Итак, первый фут уничтожен. Маусеры атакуют. Достается Железной Голове. Ой-ой-ой, и так проходит удар. Вот Маусера, но Железная Голова без проблем выбивает очередного фута. Вот, отлично. Хороший удар и очередной враг повержен. Вот, кроме того, есть возможность использовать массовую атаку ракеты. Но я пока приберегу для третьей волны. И да, друзья, первая волна самая слабенькая. Вот, дальше, я надеюсь, у нас все пойдет намного шустрее и быстрее. Враги окажутся сильнее, но и битвы будут интереснее. Итак, Железная Голова переходит на третью волну, финальную, и использует сразу же массовую атаку. Вот, кстати, встречает оригинальные Лео и Дони, но у них нет шанса, так как Железная Голова накрывает врагу реактивным ударом ракет, подрывает, и мы получаем победу. Супер! Ну что ж, очень даже неплохо сыграл наш герой. Наша награда это ДНК Кейси Джонса. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка отправимся с вами в битву. И для первого боя давайте-ка я возьму классический черепашек. В смысле, для второго боя я имел в виду, что кого из героев черепашек возьмем в эту битву. Итак, Дони, Микеланджело, Лео, и нам не хватает еще Рафа. Да, классические черепашки вперед. Посмотрим, насколько они будут хороши. Удастся ли им победить в этой битве? Надеюсь, что у них все получится. Итак, встречает оригинальные футы. И в начале боя Микеланджело классически прочкащивает атаку для нашего отряда. Вот, неплохо. Лео наносит мощнейший утар катанами сверху. Вот, разрубая очередного противника, враг выживает ненадолго. Раф классический метает канализационный люк и все-таки вдобивает противника. Ну а дальше, друзья, я подключаю уже Дони классического. Особой атакой это, вот, запускает кофейную машину, как ракету. Он наносит колоссальный урон, выбивая очередного противника. Но, как видите, враг выживает ненадолго. Микки классический все-таки добивает последнего врага. Массовая атака с юрикенами. Супер. Ну что ж, вторая волна. Вот, целая куча маусеров. Давайте-ка, друзья, их понемножку начнем выбивать. И для этого используем телепортационную пушку Дони классического. Неплохо, очередной враг выбит. Дальше подключаем уже Лео классического. Хватая фута, он его метает и этим же врагом выбивает маусера. Отлично. Кроме того, приходит время Рафа классического, который активирует особую атаку. Это он разрезает водные колонки и просто смывает оставшихся врагов. И мы переходим к следующей волне. Итак, финальная волна. Раф оригинальный и Дони плюс маусеры и фут. Что ж, надеюсь, что Микки покажет класс. Итак, ударами и нучаками со скейта он выбивает первого противника. Кроме того, Лео классически призывает к атаке. Отлично. А Дони накрывает врагов массовым уроном. Выстрелом из вертолета и шутя сметает оставшихся врагов. И мы получаем опять же идеальную победу. Просто супер. Ну что ж, друзья, враг повержен. Наши классические черепашки молодцы. И мы празднуем победу. Плюс еще наша награда это ДНК Донателло из мультика. Здорово. Отлично. Итак, третий эпизод. И для третьего эпизода возьму-ка. Вот я следующую команду. Вот наши герои. Давайте-ка я возьму ролевиков. Итак, Донни и Микки ролевые. Вот Лео и Раф. Что ж, вперед. Вперед. Да, друзья, давайте-ка я оригинальных черепашек возьму для финального боя. С самым сильным врагом. Ну а пока вот ролевики пытаются справиться с футами и маусерами. В начале боя превращаем Рафа в индюшку. У него появляется особая способность месть. И теперь за атаку на союзника он будет мстить. И начинаем, друзья, с массовой атаки. Микки ролевик стреляет из вантуза и просто шутя сметает маусеру. Как видите, выживает. Выживает один из врагов, но я не стану рисковать. Пусть Донни все-таки прокачает дополнительную защиту. Враги становятся сильнее и нужно их выбивать. Отлично. Итак, Лео ролевик огненной волной от своего меча добивает очередного противника. И мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Маусеры плюс футы. Вот и для них есть особый сюрприз. Раф ролевик наносит удар двадцаткой. Вот выбивая первое из футов, остальных накрывает водными шариками. Микеланджело ролевик. Кстати, возможно было неплохо воспользоваться кольцом удачи нашего Мики. Но пока как-то так. Что ж, неплохо. Переходим к следующей волне. И на сей раз давайте-ка мы активируем исцеление. Для этого Донни ролевик призывает огромную пиццу, восстанавливающую здоровье нашего отряда. А Лео тем временем метает щит бумеранг, выбивая первого Маусера. А дальше уже врагов накрывает при помощи черепов Раф ролевик. И мы спразднуем победу. Ну что ж, неплохо показали себя и черепашки ролевики. Вот, молодцы. И я думаю, друзья, для следующего боя возьмем космочерепашек, либо черепашек из фильма. И да, наша награда это ДНК Рафа мультяшного. Что ж, супер. Итак, четвертый эпизод. Давайте-ка я возьму либо космо, либо из фильма. Трудный выбор. Ну, давайте-ка, друзья, я возьму. Вот сразу же увидел Рафа, Мики, Лео и Дони. Да, черепашки из фильма вперед. И, надеюсь, очень даже неплохо себя покажут. Вот, кстати, друзья, в этом эпизоде 4 волны. Уже нужно будет постараться нашим черепашкам. Враг становится все сильнее. Но я не думаю, что это что-то поможет врагам. Итак, Мики из фильма ударом ноги выбивает первого из врагов. Нет, не сумел, друзья, выжил. Выжил Фуд. Но я надеюсь все-таки, что массовая атака Лео из фильма выбит оставшихся врагов. Ну вот, двоих удалось выбить. Один выжил ненадолго. Рафи из фильма метнул Саи, добил и этого врага. Чудесно. Итак, вторая волна. Давайте-ка попробуем победить. И кто же нас здесь ожидает? Целая куча Фудов. Ничего страшного. Дони накрывает их ядовитым облаком из своего дрона. Отлично. Ну что ж, неплохо. Но, честно говоря, друзья, я ожидал более разрушительного результата. Но пока есть время, пусть Мики из фильма усилит и подлечит наш отряд при помощи пиццы, которую он бросает в воздух. А тем временем Лео прокачивает дополнительную атаку. Супер. Ну что ж, мы будем выбивать врага по одному. И Дони из фильма поджаривает очередного противника своим Бо. А вот Раф сбрасывает холодильник, который наносит массовое повреждение. Вот супер. Удар, взрыв и враг повержен. А мы переходим к третьей волне. Так, третья волна. Лео и Дони. Будем стараться выбивать врага по одному. И Микеланджело из фильма бросает огненный мяч. Отлично. С первого удара выбивает Дони оригинального. Вот тем временем Дони из фильма прокачивает уклонение. Благодаря этой способности. А, друзья, я ошибся. Хотя, вот прокачал некоторым способностям. Вот Дони из фильма активировал способность. Но уклонение появилось у Микки и у Лео. У Рафа нет. А вот у Дони какой-то удар мячом. Кстати, информацию о этом бафе мы можем посмотреть на стройке. Итак, у Дони это критический удар. Повышен вот такой положительный эффект баф. Лео из фильма рубит катаной. Снимает опять же часть жизни у Фута. Но это все. Надеюсь, Микки добьет этого противника. Есть. Враг повержен. Кроме того, Раф привлекает внимание к себе. Вот своим воплем. Отлично. Налаживает на горрогу негативные эффекты. Уменьшение скорости. Ну и брак не дремлет. Ох, ничего себе. Враги прокачали броню. Это уже не очень хорошо. Ну что ж, будем выбивать что возможно. Итак, Лео снимает броню. А Дони пытается выбить противника. Есть. Очередной Маусер уничтожен. Ну и вражеский Лео непрост. Он вырывается в атаку. Привлекает внимание к себе. Прокачал броню и уклонение. Ну а я все-таки попытаюсь справиться с этим противником. Есть. Броня снята. Раф метает свои сайи. Добивает Лео оригинального. Остается только последний Маусер, которого ударом Катаны сбивает броню Лео. А Раф наносит добивающий критический удар. И мы переходим к четвертой волне, в которой нас встречает супер-босс. Вот такой вот супер-маусер. Ударом Дони своего босса снимает половину жизни, а Микки, надеюсь, закончит битву с этим монстром. Ударом ноги и враг повержен. Что ж, здорово, друзья. Идеальная победа на три звездочки. И мы идем с вами дальше. Переходим к следующему эпизоду. Наша добыча это ДНК Микеланджело из мультика. Вот просто супер. Вот переходим к пятому эпизоду. И давайте-ка для него я возьму команду космочерепашек. Вот они. Лео, Микеланджело, Раф и еще Дони. Космочерепашки вперед. Посмотрим, как им удастся справиться в этой битве. И опять же встречает вот Маусеры и еще Футы. И так, ничего страшного. Начинаем бой Микеланджело космическим. При помощи лазерных танфу он наносит очень мощные удары. Выбивая Фута. Отлично. С Маусером, надеюсь, друзья, мы справимся. Вот для этого используем атаку фугетоида из орбиты. Он просто шутя расплющивает врагов. И мы переходим к следующей волне. И так, опять же Футы и Маусеры. Ничего страшного. Вот на сей раз уже Раф попробует их подбить. Выстрел из плазменного пистолета. И что же есть? Первый Маусер уничтожен. Вот оставшихся мы попробуем раздавить при помощи Миккиора Дони космического. Вот так здорово призывал огромный камень. Он бежит, уклоняется и наносит колоссальный урон. Здорово. Отлично. Кроме того, Дони и выстрелом из груди пытается добить своего врага. Выстрел и есть очередной враг повержен. Остается только космический Микки бросает космический Маффин и добивает последнего Фута. Да, враг повержен и мы идем с вами дальше. Итак, третья волна. Противник не прост, но у нас все здорово получается. Итак, опять же Футы и Маусеры. Ну, пока все у нас просто. Давайте-ка я не стану рисковать. Еще благодаря образу Капитана Раяна прокачает дополнительную защиту. Вот, отлично. И пойдем с вами в атаку. Да, наш Раф космический использует особую технику. Удар Крогнарда, любимый герой из сериала, наносит удар, вернее, копируя его, Раф наносит удар, сметая первого из врагов. Дальше уже Дони космический сканирует и тем самым усиливает нашу атаку для всего отряда. Супер, отлично. И как раз пришло время, вот Микеланджело космический бросает коробку с чипсами Криса Брэдфорда, стреляет и массовой ударной волной выбивает кучу врагов. Выживает последний Фут, опять же, ненадолго. Лео космический выстрелом из бластера добивает этого противника. А мы переходим к четвертой волне. Итак, четвертая волна. Уже добавилась оригинальная черепашка. Сейчас у нас Микки, Лео и Раф. Что ж, надеюсь, что хватит силы у черепашонка Чомпи. Итак, Раф космический против Рафа оригинального. И наш космо Раф пытается поджарить оригинального. Да, вот без проблем его поджаривает черепашонка Чомпи, детеныш космической черепашки. А мы пытаемся добить последнего Фута. Отлично. Микки добивает этого противника. Лео пытается, опять же, справиться с Футом. Здорово. Ну что ж, остались только Микки и Лео. Вот. И первым делом я попытаюсь справиться с Лео. Проходят мощные атаки Дони. И Раф космический, космический Мессаи добивает все-таки оригинального Лео. Отлично. Микки оригинальный тем временем бросает бомбу, которую ему нарисовал художник. Ну, а я думаю, относительно его общей толпой мы его все-таки запинаем. Проходит массовая атака Микеланджело космического. И враг повержен с первого удара. С первого удара поразил противника. Что ж, это было здорово, круто. И мы идем с вами дальше. Вперед, вперед. И да, друзья, наша награда это ДНК Микеланджело оригинального. Супер. Вот. Переходим к шестому эпизоду. Вот. Давайте-ка, друзья, я посмотрю, кто у нас еще не участвовал. Ну, в принципе, только остались черепашки видений и черепашки из мультика. С остальными мы черепашками уже сыграли. Что ж, друзья, давайте-ка я возьму черепашек из видения. А потом уже черепашек мультяшный. Хотя нет, черепашки из мультика в первую очередь. Вот так. Пустим. Пусть сначала Анис играет, а потом черепашки видения. Как по мне, черепашки видения немножко сильнее, но зато у них нет хиллера, который мог бы подлечивать. Черепашки видения больше заточены для атаки. Ну что ж, а вот наши черепашки из мультика это классические. Как видите, в начале боя Микеланджело прокачивает уклонение. Благодаря этой особой способности вражеский удар будет проходить мимо. Вот. И сразу же массовая атака левый из мультика. Вот подбрасывая катаны вверх, он рубит направо и налево, выбивая оставшихся врагов, и мы идем дальше. Ох, ничего себе. Выжил, выжил. Фут, как он мог выжить, друзья, я не знаю, но надеюсь, сейчас мы его добьем. Итак, ударом с разворота. Раф бьет своим Сай и добивает очередного противника. Вот. Удивлен, друзья, что враг выживает, но надеюсь, что сейчас Донни его добьет. Вот, есть. Отлично. Переходим ко второй волне. Что здесь у нас? Итак, мультяшные черепашки видят целую кучу маусеров и футов. Давайте-ка. Вот используем дымовую бомбу Микеланджело. Удар, но, как видите, враг выжил. Что ж, надеюсь, удар катаны левый из мультика добьет этого противника. Есть. Враг повержен. Тем временем враги атакуют. Ох, как досталось нашему отряду. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Итак, смотрите. Вот, налажив, пытается нанести повреждения, но мы неплохо держим удары. И даже контратакуя. Кроме того, благодаря ярости, давайте-ка я прокачаю дополнительную атаку. Вот, бывает, ярость Рафа очень даже неплохо помогает. И, кроме того, благодаря Доне из мультика мы прокачаем дополнительную защиту. Плюс еще перекусим пиццей, усиливая и подлечивая наш отряд. Вот, замечательно. Отлично, друзья. Еще медитация от Лио. Сосредоточился он на всевозможным техникам. И вот сейчас будем пытаться добивать врагов. Да, вот, кроме того, Раф еще привлекает внимание к себе. Вот так, вызывая противника на бой. Отлично. А Доне просто забрасывает врагов сюрикенами. Отлично. Снимает броню. И Микки допинал его нунчаками. Ну, не допинал, но снял большую часть здоровья. И мы переходим к следующей волне. Итак, третья волна. Что-то, друзья, очень непросто пошло у нас здесь все. Надеюсь, дальше пойдет лучше. Ну, а я пока атакую. Итак, нунчака Микеланджело. Вот, выбивает очередного фута. Дальше Раф пытается справиться с интересным простейником. Фут выничтожен. И Микеланджело добивает Раф оригинального. Здорово. Лео рубит Дони. Вот так. А Раф все-таки добивает. Добивает очередного врага. Вот. И мы празднуем победу. Но не все, друзья. Так просто мы еще переходим к четвертой волне. Вот, в которой нас ожидает босс Суперфут. Супермаусер, прошу прощения. Вот, конечно же, прокачиваем уклонение, чтобы вражеские удары проходили мимо. Благодаря этой способности урон минимизирован. Вот. И я надеюсь, что особый удар Катаны Лео из разорота добьет противника. Не сумел. Но здорово я в красной зоне. А вот Раф из мультика добивает Суперфута. И мы получаем победу. Супер. Ну что ж, друзья. Итак, движемся с вами дальше. Движемся дальше. Ограничено количество. Ой-ой-ой, друзья. Итак, у меня проблема с подключением к сети. Сейчас, надеюсь, пойдет подключение. Да. Вот наша награда. Это ДНК Рафаэля оригинального. Вот. А я перехожу к седьмому эпизоду. И для него мы и возьмем команду видения. Вот. А для финального восьмого эпизода я возьму сборную самых лучших черепашек. Отлично. Итак, вперед. Очередная волна. И посмотрим, что наши черепашки сейчас сумеют сделать с врагами. В начале боя пусть левовидение прокачает скорость. Вот. Итак, не дают нам первыми атаковать. Маусы первыми атакуют. Но я надеюсь, что сейчас придет очередь черепашек. Ничего себе. Прокачали броню. Вот. Очень непростой противник. Тем не менее, вот левовидение прокачивает скорость. Вот. Замечательно. А Микеланджело пытается снять броню. Вот. Натренировал голодных белок, которые уничтожили броню. Вот. Маусы. Отлично. Итак, огненная атака рафа введения и защита противника сломлена. И мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Давайте-ка посмотрим, что мы можем здесь делать. Мы можем прокачать атаку нашего отряда. Теперь наши герои смогут нанесить более серьезные повреждения. И сразу же в атаку. Вот Лео из введения бросает тыкву, которую подрывает в воздухе, нанося колоссальный урон. Как видите, враг выживает. Что ж, ненадолго. Еще вот одна способность Микеланджело введения. Он качает точность для нашего отряда. Теперь наши герои еще более серьезные будут наносить удар. Кроме того, раф введения огненным рощинком поджаривает оставшихся врагов. Но те опять же выживают. Хотя нет, постепенный урон догрызает врага. И мы переходим к третьей волне. Итак, полный комплект оригинальных черепашек. Дони, Микелео и Раф. Вот сейчас давайте-ка начнем с Микки. И до невведения, метая каменную глыбу, выбивает одного из противников. Дальше проходит массовая атака Лео введения. И он наносит колоссальный урон стрелами. Вот, слабовато. Надеялся я на более разрушительный результат. Но возможно, Микки и его серпы нанесет более разрушительный эффект. Итак, враг опять же выживает. Одна надежда на Рафа введения. Итак, поджаривая противника, он опять же не добивается ничего. Враг выживает. Вот, тем не менее, надеюсь, каменный молот до невведения хотя бы что-то сделает. Итак, да, удается пробить вражескую защиту. Лео пытается выбить. Вот, Лео пытался выбить Лео и у него получилось. Отлично. Ну а Микеланджело тем временем пытается справиться с Дони. И опять же у него все здорово получается. И впереди финальная четвертая волна. Вот, в котором опять же мы будем сражаться против Супер Маусера. Вот, отлично. Итак, пытаемся при помощи Рафа введения снять часть жизни. Да, удалось вот половину уничтожить. Дальше Раф введения продолжает нанесить серию ударов. И с четырех ударов не сумел победить противника. Что ж, и да, враг контратакует. Смотрите, использовал ударную волну. А вот Лео выстрелом из лука поставил точку в этой битве. Ну, просто умничка. Вот, чудесно. Отличнейшая битва. Отличнейший результат. И мы идем с вами дальше. Собираем нашу награду. Это ДНК Донателло оригинального. Вот, а мы переходим к восьмому эпизоду. И мне нужны самые сильные бойцы. Так как враг не дремлет. Итак, друзья, давайте-ка я возьму-ка Дони. Дони классической. Две массовые атаки. Это без вопроса. Вот, Лео введение и Раф введение. Это тоже без вопроса. Вот, Микеланджело ролевик. Без вопроса. Так как у него две массовые атаки. И да, друзья. Дальше, опять же, мне нужен герой с двумя массовыми атаками. Что-то я сразу вот так не соображу. Кто у нас две массовые атаки имеет. Вот, и я думаю, давайте-ка вместо Лео из мультика я возьму Донник ролевика. Так как он здорово подлечивает героев. Ставит дополнительный щит. Ну и вообще очень крутой боец. Что ж, друзья. Финальный эпизод. Враг силен. Но я надеюсь, у нас все получится. Итак, сразу же встречает целая куча вот маусеров. Интересно, чья очередь ходить. Итак, враги получают преимущество права первого хода. Что, конечно же, не очень хорошо. Я сейчас попытаюсь накрыть их всех массовой атакой. Но вначале, видите, враги пытаются нас задеть. Отлично. Итак, друзья. Вот стоит ли использовать скорость? Да, скорость нам нужна. Поэтому все-таки пусть Лео ведение качает скорость. Вот появились первые положительные эффекты. Кроме того, вот Микеланджело Ролевик пытается забросать врагов водными шариками. Мощная атака. Но, как видите, враг выживает. Ненадолго огненный ростчик Рафа ведения ставит точку в первой волне. Переходим к следующей волне. Отлично. Итак, суперфуты и маусеры. И нам нужно прокачать дополнительную защиту, что и делает Донни из мультика. Супер. Дополнительной защиты не может быть много. Кроме того, выстрелом из вертолета Донни эластический пытается уничтожить часть врагов. Не получилось. Возможно, массовая атака стрелами что-то сделает. Выстрел. Ну, как бы проредили, но враг выживает. А есть еще один выстрел. На сей раз из вантуза. И вразерская защита сломлена. Ну, вот последний враг остался. Его мы просто прожарим. Итак, Раф ведение добивает очередного противника. И мы переходим к следующей волне. Так, третья волна. Вот оригинальные черепашки. Раф, Микки, Лео и Донни. Отлично. И Донни ролевик накрывает этих врагов огненным шаром фаерболом, выжигающим половину жизни. Отлично. Кроме того, вот можем использовать вот такой вот аппарат, кофейную машину. Запускаем ее в космос. И из космоса сбрасывает на головы врага. Отлично. Итак, опять же, враг выживает ненадолго. Вот тыква взрывная Лео видения наносит колоссальный урон. Как они могут там выживать, друзья? Я не знаю. Нам поможет только удача. Так, благодаря кольцу удачи, Микки, ролевик усиливает наш персонаж. А вот точку, все-таки, надеюсь, поставит Раф видение. Огненным торнадом выжигает двух оставшихся врагов. Но все-таки еще остается последний враг. Вот. Ну, он уже достал. Но я все-таки надеюсь, что нам удастся призвать пиццу. Отлично. И нанести завершающий удар. И так, и так, и так. Вот выстрел из телепортационной пушки. И что же? И опять же, супер Маусер выживает. Ну что ж, ничего страшного общей толпой. Я думаю, мы его завалим. Итак, снимай часть жизни Лео видения. Ох, как здорово кусается этот враг. Вот еще выстрел. Отлично. Ну и нужно, друзья, добивать врага. Вот для этого Раф видение использует огненную атаку, добивает противника. И мы получаем идеальную победу. Просто супер. Ну что ж, друзья. Итак, сегодняшнее испытание пройдено. Наша награда это ДНК Леонардо Оригинального. Просто супер. Вот. На этом сегодня уже, друзья, буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариях. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч.